МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Те, кто живут на Волге в мире и ладу, отметили в Петро-Дубраве День Семьи, Любви и Верности. Этот праздник существует в России с 2008 года, а в 2022 объявлен указом президента Владимира Путина государственным. И неспроста. Ведь семья – это всегда опора страны. Именно в семье закладываются основы воспитания будущих граждан. Объявляю благодарность всем тем, кто воспитывает нашу молодежь. Сегодня в семьях Волжского района воспитывается более 25 тысяч человек, молодых людей. Это наше будущее. И это будущее нашей страны. И от того, как мы их воспитаем, как вы их воспитаете, дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, от этого и будет зависеть будущее нашего государства. Поэтому, дорогие друзья, я вас поздравляю всех с этим замечательным, прекрасным, теперь уже государственным праздником. Я вам всем желаю здоровья, счастья, любить и быть любимыми. Самые верные и любящие пары волжан получили к празднику свои награды и поздравления. Этой осенью отметят золотую свадьбу супруги Кручинины. Они знакомы со школы, вместе ходили в лыжную секцию. Новый виток судьбы поджидал их, когда Михаил Алексеевич вернулся из армии и снова встретил Валентину Дмитриевну в столовой, где она работала поваром. Немедля попросил у шустрой веселой девушки разрешение сопроводить вечером на танце. А уже через 8 месяцев сделал предложение. В Черновске семья переехала из Ивановской области полвека назад. Здесь у них родился первый из трех ребенок. Теперь уже есть и внуки, и даже правнучка. Поздравление с Днем Семьи, Любви и Верности. Эта чета принимает по счастливой случайности в день рождения Валентины Дмитриевны. Секрет своей жизни душа в душу именинница формулирует просто. В селе Старые Сосны Клявлинского района нашли друг друга Николай и Мария Павловы. Молодой прапорщик приехал туда из Харькова с целью найти супругу и быстро отыскал. Секретарь сельсовета поразила его своей простотой и красотой. Ну а перед решительным военным в летной форме не удалось устоять и Марии Васильевне. Уже через три дня после знакомства она согласилась стать его женой. Когда Николай Иванович уволился из армии, они переехали в совхоз Смышляевский, где и работали. Он агрономом, она на почте. Две дочки, три внучки, один внучок. И 45 лет вместе, без единой ссоры. Супруги Павловы готовы объяснить молодежи, как это возможно, ни разу не поругаться за долгие годы совместной жизни. Ну как, очень просто. Кому-то надо просто помолчать немножко. Особенно женщине. Наши родители никогда не ругались все эти между собой. И я не понимаю тех людей, которые вот дома ругаются. Я это не понимаю. Любить надо уважать. А вот супруги Катынские считают, что поругаться для порядка можно. Только сразу помириться. Они вместе почти 47 лет. Познакомились в институте, куда Олег Лукьянович вернулся после армии. В группе были одни девчонки. Татьяну Васильевну он попросил подтянуть его по математике. Так и получили в процессе занятий свою формулу счастья, подтвержденную теперь большой общественной наградой – медалью за любовь и верность. Ее получают пары, которые состоят в законном браке не менее 25 лет и имеющие известность среди сограждан. Катынские, несомненно, из таких. Чита пользуется большим уважением у односельчан. Он деловой. Ну, как сказать, помогает во всем. Мне, детям. Вообще молодец. Как хозяин. Короче, и в селе был. И сейчас дома продолжает им же быть. А вы о супруге нам пару слов скажите, какая она. Ну, какая хозяйственная. Она уже стала горономом у меня. Домохозяйка. Внуки любят ее. Ценят. Дети тоже. Я тоже ценю. Поэтому. Сейчас же, как я говорю, будешь палкой вгонять, не уйду. Районный праздник прошел очень тепло. И это не из-за жаркой погоды, а из-за эмоций, царивших в Петродубравском сквере, где собрались самые искренние, верные и любящие друг друга пары «Волжан». Друг друга храните на всем временах. Живите плодой и гармонией. И пусть будет жизнь ваша освещена любовью. Веда и в героне. Эти доживающие свой век двухэтажки останутся в памяти их жильцов лишь на фотографиях. Теперь волжане, не один десяток лет жившие в стареньких домах, переедут в новые квартиры. Причем расположенные в двух шагах от прежних. А значит, даже не придется кардинально менять привычный жизненный уклад. Уже и ключи получили торжественно в День семьи, любви и верности. Помогла государственная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Новоселье 134 семей состоится и благодаря поддержке регионального правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Супруги Труфановы – коренные жители стройкерамики. Родились оба здесь и уезжать никуда не собираются. А вот переселение из старого жилья очень ждали. Прежние условия, в которых выросли и сами, и дети, оставляли жилать лучшего. Сначала построили просто бараки, потом обложили кирпичом. Даже сначала, я так думаю, что до меня, еще до моего рождения, там было печное отопление. Потому что там у нас большие такие. Сборные на улице были. Когда даже я уже во взрослом возрасте вернулась в эту двухэтажку, там не было горячей воды, не было колонок, ничего. Вот так вот мы жили. Это был 92-й год, потом, конечно, потихоньку мы что-то там пытались сами сотворить. Ну, конечно, мы сделали для житья, это было пригодно, но дом есть дом, он старый, и, конечно, его нужно менять. Теперь дом теплый, современный, да еще и с великолепным видом. Храм, купол, вид. Очень хороший вид из окна у нас. У нас удачный вообще вид из окна. Лучше, мне кажется, даже не бывает. Я когда первый раз зашла, я как увидела, говорю, ну это, наверное, где-то там сказали, что надо им так сделать. Никита Загаринский без малого 30 лет прожил в старенькой двухэтажке на улице Дружбы, куда вскоре после рождения его семья переехала из Петра Дубравы. Он тоже рад тому, что новая квартира расположена в стройке рамике. Мастер спорта международного класса, чемпион России, Европы, мира. Сейчас он преподает единоборство подрастающему поколению волжан и хочет открыть спортклуб на цокольном этаже этого нового дома. Здесь, во-первых, как бы и люди все знакомые, все меня знают, как бы родной район. Ну и, в принципе, инфраструктура здесь налаженная. Здесь школы, детские сады спокойнее, потому что в Самаре все равно шумно, гам, много людей. А здесь спокойненько. Отличная квартира, побольше намного. То, что и балкон есть, и санузел разделен, и комната побольше, и кухня огромная. В новые квартиры в этом году в рамках третьего этапа переселения въезжают 239 волжан. Более 3700 квадратных метров жилья приобретено на сумму без малого 140 миллионов рублей. Очень приятно, что люди сегодня говорят только слова благодарности за качество строительства, за то, что дом светлый, теплый, потому что многие, значит, когда дом начал строиться, они осуществляли контроль с первого камня, с первого куба кладки, и как бы контролировали. И сегодня, подводя итоги, они говорят о том, что дом светлый, теплый, уютный. Ну, а все остальное зависит от них. Я уверен, что здесь вести будут и клумбы, и детский смех, и детская радость, значит, и радость взрослых. Поэтому все это будет. Так что мне хочется пожелать им счастья, благополучия, любить и быть любимыми. Ну и чтобы родные стены они радовали, были всегда гостеприимными. Вместе со взрослыми на церемонию вручения ключей пришли и юные волжане. Им вручили сладкие подарки. Самый итог новоселью. Сейчас в стройкерамике уже строится еще один дом, куда въедут нуждающиеся в новой крыше над головой. Программа переселения граждан заварийного жилищного фонда в Самарской области утверждена до 2024 года. В сфере торговли и питания заняты более двух тысяч волжан. С профессиональным праздником тех, кто особенно отличился в этой отрасли, поздравили в районной администрации. Работа с людьми – непростая задача. И сегодня, особенно в наше геополитическое непростое время, вы обеспечиваете тот самый надежный тыл. И, конечно, хотелось бы пожелать вам, прежде всего, счастья, здоровья, благополучия, чтобы все получалось, чтобы бизнес развивался, чтобы была всегда работа, и чтобы всегда получали позитивные эмоции от того, что вы делаете. Всех с праздником! Мария Чернова получила почетную грамоту Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Она с детства играла только в продавца, да и сестра старшая работала в этой же сфере. 32 года назад трудоустроилась в магазин «Хлеб» Дубово-Умецкого «Сельпо». Потом перешла в хостовары. После декретного отпуска вернулась на работу в торговый отдел уже товароведом. Теперь руководит. И хоть признается ремесло это сложное, в другой сфере себя не представляет. Говорит, торговля – это моя жизнь. И охотно делится правилами этой жизни. Это честность. Это, конечно, основа основ. Человек должен быть честным, а потом позитивным должен быть по характеру, потому что покупатели бывают разные. Кто-то придет. Но в сельской местности, конечно, может быть это и попроще. Или даже сложнее наоборот, потому что продавец на виду у всех. И поэтому кто-то придет со своей радостью, кто-то придет со своим горем. И продавец, конечно, должен это все выслушать, принять, посоветовать, пропустить это через себя. Поздравительную открытку от губернатора Самарской области за добросовестный труд, ответственность и преданность делу получил Юрий Отгулев. Он попал в эту сферу спонтанно. Много лет работал в потребкооперации, потом председателем сельского потребительского общества. И, наконец, решил открыть свое дело, причем семейное. Оно медленно, но верно пошло в гору. Набрали штат, расстроились. Начинать было сложно. Сейчас все куда проще, считает Юрий Анатольевич. Трудно, но есть много возможностей, потому что государство помогает молодым специалистам. Сейчас я все смеюсь, был бы я до 35, я бы грант какой-нибудь выиграл бы. Но я не подхожу уже под грант. Ну ничего, молодым дорогам сейчас, пожалуйста, открывают личные столярные, на все, на все. И государство в этом деле помогает хорошо. Открытку от губернатора получил и Артем Хачатрян из «Стройкерамики». У него была долгая карьера в строительстве, после которой решил сделать профессиональный вираж и открыть ИП. Теперь занимается торговлей уже около 13 лет. Старается совершенствоваться как профессионал. Участвует в специализированных семинарах. Своё дело всегда вдохновляет, считает Артем. Дает стимул жить, работать, стремление. Я занимаюсь торговлей мясными продукциями, то есть мясо, рыба. Иметь своё тело – это всё равно всегда и хорошо, и приятно, то есть развиваешься. Дополнительным подарком для лучших представителей сферы, от которой напрямую зависит качество жизни, здоровья и настроение сограждан, стал концерт народного вокального ансамбля «Вера» имени Юрия Новикова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова